Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет продолжаем рассматривать четверо Евангелия. Евангелие от Марка, глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь ли, сие великие здания, все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». Ну вот вопрос, который может у нас, в общем-то, законно появиться, вопрос связан с тем, почему именно в этот момент ученик обращает внимание Спасителя на храм Иерусалимский, на те здания величественные, которые открылись их взору. Ведь Христос с учениками бывал и в другое время, в Иерусалиме, на других праздниках и неоднократно. И здесь не исключено, что к той Пасхе, в которую Христос пострадал, именно какие-то огромные фрагменты Иерусалимского храма, может быть, отчасти он и весь сам, были открыты для обзора верующих к празднику Пасхи, и они действительно это величие увидели. Но Спаситель здесь дает очень, в каком-то смысле, наверное, жестокий ответ вот этому восторгающемуся ученику, кто это, мы не знаем. Говорит так, «Видишь ли, сие великие здания, все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». Вот, естественно, этим Спаситель посеял очень серьезную, ну, наверное, мысль у апостолов, когда это произойдет. Ведь это действительно для иудеев, вот эта катастрофа, которая однажды уже была связана с разрушением Иерусалимского храма, вновь могущая случиться, значила только одно – это конец света. Не может быть так, чтобы храм, который посвящен единому истинному Богу, во всей вселенной, был разрушен. Это может произойти только в конце света. Ну вот мы видим, что апостолы обступают Христа и начинают узнавать у него. «И когда он сидел на горе Иллионской, 3 стих, против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Итак, «Когда это будет?» То есть не останется камня на камне. Но в сознании апостолов, спрашивающих Христа, конечно, когда случится этот конец света, когда все сие должно совершиться? Отвечаемый Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не привестил вас». Ну вот первое, пожалуй, выражение Христа свидетельствует о том, что в истории человечества постоянно будут паразитировать на том, чтобы людей терроризировать и интриговать этим концом света, который может случиться. «Берегитесь, чтобы кто не привестил вас, ибо многие придут под именем моим», то есть под именем Христовым, «и будут говорить, что это я, и многих привестят». «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни». Итак, восстание народа на народы, царство на царство, землетрясения, глады, смятения, только начало, это не конец. Но в данном случае здесь мы видим, что Господь очень мудро поступает, и в таких, конечно, явно педагогических целях не разводит между собой эти два важных, страшных события. Одно — это гибель Иерусалима, разрушение храма, второе — это конец света. Он начинает рассуждать об этом, как о едином событии, ну и, конечно, имеет на это право, поскольку первое событие, гибель Иерусалима, является прообразом последнего, и многое по признакам, которые обозначают Христос, действительно мы можем улавливать постоянно и в смысле приближающегося конца света. Но вот слова «восстанет народ на народы, царство на царство» — конечно, для многих толкователей являются загадочными, поскольку здесь говорится о только двух народах, один народ на другой народ, и полагают, что не исключено, что в приложении к концу света речь может идти о том, что на христианство восстанет все остальное население земного шара. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судище и бить в синагогах, и пред правителями, и царями поставят за меня для свидетельства перед ними». Ну вот здесь, конечно, при чтении падает у читателя, у исследователя акцент сразу на слова то, что будут предавать в судище, бить в синагогах. Ну, понятно, что речь идет о гонениях, и действительно нет ни одного, наверное, христианского поколения, когда бы христианство не было в состоянии гонения. Но можем обратить слова и на другие спасители. «Но вы смотрите за собой». То есть это очень важный призыв каждому человеку в первую очередь смотреть за собой, а потом уже смотреть и делать выводы обо всех других. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Вот в данном случае спаситель свидетельствует о том, что с истинными последователями его, с истинными христианами всегда будет Бог Дух Святой. Он будет помогать человеку выжить в этих страшных внешних обстоятельствах, когда жизнь человека будет находиться между жизнью и смертью. И вот настолько это будет, можно сказать, осязательно для человека, которому Бог будет в этих страшных обстоятельствах помогать, что человек даже будет чувствовать, что Дух Святой говорит за него. Ну, вспоминая здесь массу наших святых угодников Божиих, особенно мученического чина, ну, в том числе новомучеников, исповедников российских, мы можем сказать, что это было действительно так. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшийся до конца спасется». Ну, вот здесь мы видим, что действие дьявола для того, чтобы привести человека к вечной погибели, направляется в первую очередь на то, чтобы посеять смуту, брань в семье, в семействе, чтобы разделить людей между собой, чтобы лишить их в первую очередь личного семейного мира, поскольку все в семье связаны очень тесными личными контактами. Дьявол знает, что для того, чтобы человек мир потерял, лучше всего действовать именно так. И вот это отражено в словах Христа, «Предаст брат брата на смерть, отец детей, восстанут дети на родителей, и умертвят их». То есть в данном случае мы понимаем, что семья, церковная семья, это есть малая церковь, это очень важный камень в деле спасения рода человеческого. И если убрать семью, если поставить всех в отношения, ну, по сути дела, бездушевное, бездуховное, то можно брать человека, по сути дела, голыми руками, для того, чтобы в погибель вести. И вот в данном случае слова, «Будете ненавидимы всеми за имя мое», претерпевшись, до конца спасется, как раз говорят нам о том, ну, что ли, накале страшнейшем жизни верующих людей в последние времена, когда только произнесение одного имени, Иисус или Иисус Христос, оно будет вызывать, среди прочих, страшную ненависть. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно?» Читающий да разумеет, ну, понятно, что пророк Даниил говорил за 500 лет практически до пришествия в мир Христа Спасителя о разрушении Русалима, реченную пророком Даниилом, «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот да не сходит в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращаясь назад, взять одежду свою». Ну, вот здесь Спаситель призывает действовать с крайней поспешностью, не тратить ни минуты, ни мгновения на то, чтобы каким-то образом обеспечить себя покомфортнее в этом бегстве. Даже не следует сходить с кровли в дом или с поля возвращаться домой за одеждой. Дальше. «Горе беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше земное». То есть, в данном случае здесь Господь говорит о том, ну, как сказать, жестоком отношении, в которую попадут люди, когда Иерусалим будет осаждаться и браться, это будет осада. То есть, не пощадят никого. Даже самые, можно сказать, вот люди, обычно жалеемые, то есть, это беременные, питающие сосцами, они будут убиваемы. «Чтобы бегство ваше не случилось зимой». Понятно, что здесь добавится тогда еще холод, который доставит еще большую скорбь и боль человеку. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». В данном случае, с одной стороны, это слова, конечно, и о гибели Иерусалима, с другой стороны, конечно, это слова не только о кончине мира, но и о всех тех страшных гонениях, которые дают практически каждому поколению христиан считать то, что их поколение последнее, и вот-вот придет конец света. Но мы здесь видим и другое, что дни скорби сокращает сам Господь ради избранных, то есть в данном случае тех, ради кого Он продолжает мир, для того, жизнь человека, для того, чтобы люди новые могли в Царство Божие входить. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Вот здесь 21 стих, по объяснению толкователей, указывает на антихриста, хотя, конечно, сам Спаситель этого слова не употребляет, но он противопоставляет себя тому, кто придет под его именем. «Если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там не верьте». Причем здесь, в 22 стихе, «Ибо восстанут лжехристы и дальше лжепророки». То есть здесь все переводится, можно сказать, уже в религиозное измерение жизни. И мы понимаем, что действительно в конце времени под мессиями или под Христами мы будем понимать не каких-то экономических, политических проходимцев, обещающих людям какие-то свободы, радость, комфорт, а все перейдет в религиозные измерения. И первонаперво, то, на что будет действовать антихрист, это именно на то, чтобы человека повредить в истинном вероучении, в истинном религиозном мироощущении, которое имеет православный христианин. «Вы же берегитесь, вот я все наперед сказал вам». Но в те дни после скорби «Солнце померкнет, и луна не даст своего света». Спаситель, конечно, знает, что такое луна, но не может это очень четко озвучить, поскольку внесет страшный соблазн, ну, что ли, в достижение науки той времени. И поэтому так очень косвенно свидетельствует о том, что луна не даст света своего после того, как померкнет солнце. «И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». То есть в данном случае, конечно, это свидетельство уже переходит к кончине мира, и спаситель утверждает, что законы мира бытия поколеблются в этот момент. То есть то, на чем мир стоял, эти законы поколеблются и упразднятся. «Тогда увидит сына человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою». Ну, вот здесь надо сказать, что термин у ветхозаветных иудеев, относящийся именно к Мессии, одним из терминов был «сын облака». И вот то, как Господь здесь подает объяснение страшного суда и кончины мира, «увидит сына человеческого, грядущего на облаках», по сути дела, есть утверждение, что сын человеческий есть обетованный Мессия. То есть Мессия вновь придет. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Ну, в данном случае, Господь здесь свидетельствует о том, что кончиной мира закончится история мира бытия, земная история человечества. И вот полнота людей, четыре ветра, четыре стороны света, это все о том, что все известное человечество в истории, какое было, то есть от края земли до края неба, все будет возведено на страшный суд и спрошено вот о том отчете, который человек должен будет дать перед явившимся во славе Богом или же Христом. Это одно и то же. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Ну, вот здесь Спаситель хочет человеку дать понять, что признаки второго пришествия, кончины мира будут настолько очевидны, что нормально здравомыслящему человеку нельзя будет ошибиться точно так же, как мы не можем ошибиться, если видим, что набухли почки на ветвях, и это значит, что приближается лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Ну, в данном случае не надо пытаться доказать себе будет, что нет, еще и еще раз пронесет. Нет, приходит страшный суд, и нужно действительно к этому очень серьезно готовиться. Итак, вспомним еще раз слова Христа, с которых он начал эту беседу. Вы смотрите за собою. Истинно говорю вам, не прийдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. Ну вот, а здесь получается, с одной стороны, опять возврат для апостолов к гибели Иерусалима. С другой стороны, мы говорим, что да, каждое поколение ставится перед вопросом своего страшного суда. И поэтому Господь устраивает так, что все постоянно и всегда должны над собою бодрствовать. Если бы Христос очень четко апостолам обозначил, сказав, например, так, апостолы, не переживайте, сначала Иерусалим разрушится, потом еще две тысячи лет поживем, а потом уж страшный суд будет, то понятно, что он бы внес в историю готовящихся ко спасению очень большую теплоохладность. И люди бы вряд ли бы спасались, они бы занимались чем-то другим. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Итак, вот здесь, это исключительное место в четверо Евангелии, 32 стих 13 главы Евангелия от Марка, где сказано о том, что о страшном суде не знает даже сын. Конечно, много копий было поломано исследователями, экзегетами. Почему сын не знает, но только отец? И ответы на этот вопрос лежат в разных, конечно, плоскостях. Один из ответов, это блаженный феофилакт, он связан с тем, что в данном случае, опять же, в педагогических целях, чтобы Господу Иисусу не докучали апостолы, все-таки с вопросом, когда это будет, Господь включает себя в число незнающих. Например, святитель Григорий Богослов полагал, что сын действительно по человечеству не знает, поскольку он воспринял человеческую немощь, в том числе, так называемые бесстрастные страсти, одна из которых это неведение. По человечеству сын не знает, когда это произойдет. Но вот дальше ответить на вопрос, почему он не знает, мы сможем сказать и другое, в том числе и потому, что конец света и второе пришествие во многом зависит от того, насколько долго человечество будет приносить перед Богом покаяние. Как только оно перестанет, это в большинстве своем дело, тотчас в смысле содержать историю земного бытия у Господа уже не будет, и он закончит историю мира. А чем дольше будем каяться и чем большему количеству людей, приходящих в мир, будем давать возможность в Царство Божие войти, тем больше будет мир существовать. Поэтому действительно сын не знает. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал превратнику бодрствовать. Вот это очень важный призыв к бодрствованию, который, наверное, должен быть золотой, золотыми буквами написан на сердце каждого из нас. Мы должны постоянно бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь или в пене петухов или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. В данном случае здесь мы можем сказать так, воплотившаяся истина, которой есть Господь наш Иисус Христос, приходит и на очень понятном для каждого из нас языке не просто просит, умоляет нас бодрствовать, потому что даже если нам кажется, что мы знаем, когда придет хозяин господин дома, он за нас, Иисус, отвечает и утверждает, мы не знаем, это может случиться абсолютно в любой для каждого из нас момент, поэтому это очень важный евангельский призыв, а бодрствование Господь распространяет не только на апостолов, но и на всех нас, 37 стих, а что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот этим важным словом заканчивается 13 глава Евангелия от Марка, и этим событием, этой беседой заканчивается событие Великого Вторника. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. А.